А вот имена белорусских киноавторов прозвучали только в конкурсе национальных киношкол. В главном же конкурсе, увы, ни одной отечественной ленты. Тоже своего рода показатель. Хотя показы белорусских документалок, анимационных лент, игровых фильмов, как от Беларусьфильма, так и отчастников, студентов и любителей вызывают интерес. Тем более на этой неделе киностудия открылась после длительной реконструкции. Благодаря высокотехничной оснащенности планы у национального киноконвейера большие. Но зазвучим ли мы на мировом кинорынке? И что до сих пор мешало и мешает снимать наше кино? Выясняла Ольга Медведь. Второй день рождения Беларусьфильм отметил кинопремьерой. Свой полный метр новый худрук студии Вячеслав Никифоров от и до сделал за пять месяцев. Пример оперативности для молодых. И такие сроки после обновления кинофабрики станут нормой. В год по плану от 15 игровых картин. В сезоне 2016 осилили лишь 8. А еще годом ранее ни одной. Семейный фильм в таком жанре давно не снимали. И для реализации не понадобился голливудский бюджет. По итогу «Тум Победум» зрители оценят билетом. Но уже на закрытом предпоказе аншлаг. Укрепившись в техническом смысле, мы должны наполнить это творческим содержанием, художественным содержанием. Картины должны прокатиться. Значит, мы узнаем об этом только через год. И мы увидим, что, допустим, из шести фильмов два-три ничего. Наша киностудия снимает фильмы. Да, может быть, они не такие, какие мы хотим видеть их на экране, как блокбастеры. Они просто национальные, добрые, простые фильмы. А что касается будущего киностудия, я думаю, что за ней стоит первое все-таки место. Первое место, потому что это большие площади, это большие возможности киностудии, это аппаратура, это люди. Теперь никто не скажет, что киностудия не оснащена по последнему слову техники. За время реконструкции, которая началась в 2007-м, прибавление среди павильонов – еще два по тысяче. Теперь общая съемочная площадь – четыре с половиной тысячи квадратных метров. Им не страшны огонь, вода и другие режиссерские эксперименты. Некоторые еще до официального открытия были застроены декорациями. Сегодня, когда мы говорим о «Беларусьфильме», мы говорим в первую очередь о современной кинофабрике. Конкурентной, которую мы создали в центре Европы, куда мы должны привлечь лучшие творческие силы, как белорусские, так и небелорусские, которые будут снимать фильмы и прославлять нашу национальную киностудию. За все девять лет съемки на киностудии не прекращались. Но где же национальный кинопродукт, о котором бы все говорили? Вопрос реализации наших фильмов у киношников стоит остро. В прокат клиенты берут неохотно, а про самоокупаемость вспоминать не будем. Никакое наше кино сегодня, просто никакое, потому что бесконфликтное, потому что не говорит ни о современности, которой мы почему-то боимся, боимся любого намека на какие-то там проблемы. Мы как-то вот, ну никак не можем найти ту нишу своего кино, которое бы вот так именно было своим национальным и в то же время очень интересным зрителям. Вся практика мировая говорит о том, что когда мы пытаемся подражать Голливуду или там россиянам, то это чаще всего никому не интересно, потому что у них своего такого кино достаточно. Кадры есть. Вузы профнаправленности выпускают по несколько десятков молодых специалистов в год, часть из которых уходит в свободное плавание и работает скорее не на массовый прокат, а на современную артхаузную тенденцию. Но и для молодежи, и для патриархов кинокузницы оказалась одна общая проблема – сценарный пакет. Большая проблема сценариев. То есть пишут многие сценарии, но почему-то эти сценарии попадают куда-то на российский рынок, а не здесь. Может быть из-за того, что за них там больше платят денег. Естественно, хорошие сценарии уезжают в другие страны, наши соседки. Хочется новых наших белорусских проектов, чтобы они звучали на международных кинофестивалях, могли конкурировать. Самое главное, что у вас есть креативный потенциал, он у вас есть на самом деле мощный. Его использовать и все остальное у вас получится. Не нужно чувствовать себя замкнутым, не нужно вылезать из этих пределов своей страны, понимаете. Нужно уметь видеть то, что происходит за пределами, то, что творится в мире. Нужно ездить на фестивали, нужно общаться с коллегами, нужно изучать язык, нужно понимать те тенденции, которые происходят. Тогда будет меняться ситуация в стране. Зарубежные кинематографисты, они же потенциальные конкуренты, в последнее время стали частыми гостями экскурсионных туров по Беларусьфильму. Студия предлагает привлекательные и недорогие перспективы. Впечатление производит начинка обновившегося киноцеха. Залы цветокоррекции, шумоизолированные звукозаписывающие студии, оснащенные системой Dolby новейшего совершенствования. Популярный в киноиндустрии хромакей для создания компьютерных спецэффектов. Камеры максимального разрешения. Объемами поражают и склады. Например, коллекция костюмов собирается с середины прошлого века. Более сотни тысяч облачений на любую эпоху. Открылся недавно переехавший пиротехнический участок. Киноартиллерия круглосуточно под сигнализацией. Натурные декорации на нашей киностудии временные для белорусско-российского проекта. А других пока и не может быть. И дело не только в недостатке территории. Эти выстроены за пределами Беларусьфильма. Проблема и в окружающих. Не единожды даже на закрытые склады с реквизитом совершались набеги вандалов, которые срезали замки и портили киноимущество. Теперь главное, чтобы эта внешняя Беларусьфильмовская эффектность перешла в 24-й кадр и добавила выразительности нашим лентам. К тому же Минкульт увеличивает финансирование кинопроизводства на 80%. В свою очередь ответным словом национальной киностудии станет план работы вплоть до 2020 года, в который войдут разножанровые картины, рассчитанные на зрителя любого возраста. Его предоставят до конца месяца. В намерении создать прогрессивную белорусскую киноиндустрию к госгиганту подтягиваются и частные студии. И для тех, и для других условия создания лент прописаны в широко обсуждаемом проекте указа о мерах по стимулированию развития кинематографии. В главном эфире Дмитрий Чумак и Ольга Медведь. Дмитрий Чумак и Ольга Медведь.